Салютики, друзья! Ну а мы, как всегда, начинаем наше утро с адвент-календарей. И сегодня вы увидите, что попадется Тимуру! А Тимуру... Кстати, мы с Ланой вчера, по-моему, чай не открыли. А Тимуру... Всё падает. А Тимуру сегодня... Какое? 12? О, ровно половина календаря. Ликуйте те, кому поднадоело. Ровно половина. Что же будет в копытцах у оленёнка? А там... Опять какая-то фигня... А, это эти... Желли-белли. Но это все с нормальным вкусом. Да, вот хорошо, что с нормальным. А то мне Милана на пельмени, а у неё какая-то подружка приносила. Ну, те, которые есть нормальный вкус и так себе. И хозяевки и прочее, да? Мне спорва вот попался... Они мне две дали попробовать. Я надеялся на свою удачу. В первом мне попался персик, во втором просроченный бутерброд. Вот это удача. Мне потом... Ну, хорошо, что бутерброд, а не козявка. У меня потом вам могу ещё весь следующий урок был. Лучше бы наоборот, да? Персиком в конце закусить. Так, ну ладно, посмотрим, что попадётся. Ой, я вас календарём чуть не пришли бы. И вать чай? Сейчас Милана придёт, чай откроет. А сначала мы посмотрим мой Glossy Box. Хотела уже 13 открыть, смотри, какой красивый. Но, к сожалению, у нас 12-й маленький сегодня. И тут у нас барабанная дробь. Лак для ногтей. Кстати, красивый цвет. Смотрите, такой прям снежный. Я, правда, особо лаками для ногтей не пользуюсь. Кстати, надо ногти бы сделать. Ну, уже ладно, ближе к праздникам. Иначе я сейчас намажу. Праздникам уже будет некрасиво. И придётся через пару недель опять стирать. Уже опускай немножечко. Голые походят мои ногти. Красивый лак. С блёсточками. Маланс такая стильная, вот эти повязки на голове. Ну, что там у тебя? Ты так в школу пойдёшь? Нет. А, да. Шарфик. Болельщика? Шарфик. Просто шарфик. Сейчас я её одену. Мог бы быть помягче, правда? А чай ты вчера не открывала, да, Милан? Да. И сегодня, естественно, тоже нет. Вот 12-й. А вон 11-й. Итак, что? Какой вчера чай мы должны были пить? И не выпили релакс, Чан? Ну, ничего. Мы можем релакс в любое время сделать, да? Только не перед школой. И? Мака-чай. Какой? Мака-чай? Ну, это что-то новенькое. Мака-чай. 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 Чай-мака. Чай-мак. Так. С какой стороны будет номер 12 здесь? К сожалению, опять с другой. А 13? 13 тоже с другой здесь. 14. Ну, ладно. Хоть на два дня переверну сейчас. Ой. Итак. Номер 13 большой. Ура. Ой, блин. 12 точно. Симур, да. Ты молодец. Скажите, завтра, получается, будет и здесь, и здесь большой. 12. Мама, большой не обязательно хороший. Ну, да, ты прав. А тут у нас нюд стикс, и это гель Color Lip. Короче, для губ и щек. Такой вот карандаш вот такого вот цвета. Не знаю, зачем цвет такой для щек. Но для губ, я думаю, пойдет. Смотрите, сегодня декоративка, можно сказать, если лак для ногтей засчитать. И там, и там. Совпадение? Не думаю. Так. А здесь, смотрите, что-то оранжевое светится. Так. Значит, завтра у нас будет 13, а потом опять переворачиваем. Так. И последнее пока. Потому что... Придем откроет вечером, а Саша тоже попозже. Что же мы будем кушать этим летом? Это будет несъедобное что-то. Как это называется? Анюсины глазки? Нет, это не забудки, Татьяна. Ты что, совсем? Не забудка, мой любимый цветок. Ладно, петь не буду, чтобы вас не пугать с утра. Смотрите, как по-немецки называется. Vergiss mich mein nicht. Ну, ладно, классно. У меня, кстати, они где-то, по-моему, как сорняк на террасе росли. Посажу. Красивые. Мне нравятся, не забудь. Ну, а мы с Александром собрались, пока дети в школе. И бежим, в буквальном смысле, к зубному. Ой, смотри. Белочка. Что ты вот одела на себя? Кандалы. Прям для бега самое то. У нас времени в обрез. Сейчас я, Саша, забыла напомнить, что у нас зубной. Саша не зарядил скутер. На машине ехать, это искать лично в парковке. И на машине вообще не вариант. Вообще не вариант. И вот мы, короче, несемся. Погода классная, хочется замедлиться. Но время не позволяет. До термина осталось 3 минуты. Идти 10? А мы сегодня дважды идём в этом направлении. Первый раз мы с Сашей вдвоём. К зубному. А потом вечером детей ещё раз ведём. Тоже к зубному. Тоже к зубному. Потому что нужно пройти вот эту ежегодную проверку. Раз в два года вообще нужно. А мы были в последний раз. По-моему, в январе. Ты говорила, раз в два года сказал. Нет, раз в полгода. Но раз в год обязательно. Для страховки галочка нужна. Что ты был. Потому что в случае чего они тогда больше перенимают. Я так понимаю. Поэтому нам нужно обязательно. Ой, давай чуть-чуть замедлимся. Мы не успеем. Я в такой куртке на улице плюс 10. Таня, чем ты думала? 5 минут, 5 минут. Это много или мало? Думаю, это же написано, да. Мы клиентами. Зубной? Да, для русских эмигрантов. Ну, с Украины, которые. 5 минут мы опоздали. Нормально, правда? Допустимо. Но идет мой муж беззубый. Все, вырвали. Три зуба вырвали. Зачем тебе старому три зуба? Кушай кашки. Сразу желудок больной. На самом деле, все в порядке. Вообще, все идеально к генам. Никаких камней, ничего, никаких дырочек, ничего нет. Все супер. И знаешь, что я должен сказать? Вот эти щетки, что ты подарила, охрененные просто. Я хотела тоже. Просто бомба. А вот это, в сочетании с этой пастой, которую последнюю ты купила, мне очень нравится. Просто космос. Это, мне кажется, идеальное сочетание. Просто идеальный зуб. Представляешь? Мне такого никогда не было. Ну, раньше. Тебе часто хвалят. Мне тоже сейчас сказали, что... Нет, я когда сюда приехал, в Германию, мы с Ильей выходим к этому доктору. Вот уже 13 лет. Поначалу я пришел, она мне прям говорила, соберись, уже чистить зубы нормально там, да. Ну, я там чистил, как и чистил, как получалось. Какими-то щетками. Я ничего конкретно не подбирал под себя. И мне постоянно делало замечание, что надо больше, надо тщательнее. И вот уже лет 5 или 6, у меня уже нет замечаний, уже все в порядке. А последние годы я вообще прихожу, просто в контроль прохожу и ухожу. Никаких дырок, ничего. То есть, она каждый раз мне делает комплименты, говорит, что ну просто Александр, вы молодец. Вы довели до идеала свои зубы в этом плане. Ну, ловни, если Галебович. А еще Танин подарок с этой щеткой, это вообще было очень-очень-очень классно. Это вещь. Вот жалко, что раньше не было. Так вот, я хочу сказать, что мне стали говорить, что очень все хорошо вычищено, именно когда появились эти щетки. Вот второй или третий раз я после этого прихожу, и мне говорят, что да, что все хорошо. Да-да. Ну, надо щеткой это очень круто. А еще пасту правильно подобрать. Я сидела там и думала, надо детям купить похожие щетки, потому что детей опять будут сегодня отчитывать. А может быть в этом что-то и есть. Знаешь, вот эта вот лень, вот эта вот лень, стоять это. А ты так взял, включил, и она сама все делает, ты просто... Вводишь ее, да, без усилий. Вводишь влево-право, снизу-вверх, все удобно. Во все можно даже... И раньше не уберешь, потому что она сама выключится. А так ты знаешь, ну там особо время не засекаешь, елозишь, елозишь. Вот. Но у меня жалоба есть, что у меня там, где у меня коронки... Кровит у тебя там. Конкретно, как будто быка завалили. И доктор сейчас тоже, да, там, и нитью, я тоже нитью чище там. Но она вот не дала две... А ты когда чистишь у тебя кровит? Да. Ну нет, вот именно те, только там. Только там, да. Не всегда, но часто. Мне очень паста нравится последнюю, которую мы купили. И вот, и мне посоветовали ополаскиватель, а я почему ополаскивателем редко пользуюсь? Потому что мне язык сильно щипит. Щипал раньше, может. И сейчас, вот мне сейчас тоже дали, и все равно щипит. Я не понимаю, почему такая реакция. Сказали, попробуй ромашкой тогда. А ромашку я и так чай постоянно пью. Считай, полоскаю. Так вот, мне дали две вот такие пасты попробовать. Но сказали, что ими нельзя постоянно. Одной, говорит, неделю-две почистить, другой. Потом паузу сделала, если понравится, вот какую-то из них можно купить. Но постоянно нельзя, а то зубы привыкают, десны, не знаю. Ну, короче, нечего их баловать. Женок работает. И потом мы пойдем с Сашей в январе еще на контроль. Да, работает, смотри-ка. Рано, вроде как, еще, но работает. Хочешь какую-нибудь свиную руку? Ты знаешь, я, в отличие от тебя, дома успела позавтракать. Поэтому прям кабана завалить я, наверное, не смогу. Но если ты себе возьмешь, я с удовольствием от тебя поклюю. Ой, как сейчас классно, что толп таких нету. Но все равно, смотри. Вторник. Двенадцать часов дня. А людей море. Ну, какое море? Где ты видела море? Подожди. Вот море здесь на выходных. А так-то лучше. На выходных тут вообще толпать тебя несет. А сейчас просто море. Здесь на выходных вообще даже нечего нос свой совать. Ты вот так вот просто идешь, вот так вот. Я говорю, толпать тебя несет. Ни влево, ни вправо, никуда, ничего. Ненормально. Сейчас, конечно, не так красиво и эффектно, как вечером. Но вечером это тоже сегодня будет. Я бы что-нибудь знаешь, хотел бы сейчас картошечки с капусточкой. А, да. И с рулькой. А, может, давай? Ну, одну на двоих, может быть. Давай одну на двоих. Потому что я чисто вот атмосферой радуюсь. Если они работают. Ламбертс. Наши пряники. А я, кстати, знаешь, сегодня, Саша, тебя с работы ждала, сидела и читала историю этих пряников. Это Ламбертс? Нет, вообще, Ахинские принты. Это же... Это же... Это же история. Это же именно Ахинские принты. Это Латуши приехали и показали рецепт, скорее всего. Да, там так было написано в Википедии. Что тут написано? А это Нюрнбергер, да? Ой, я такой шрифт вообще не могу нормально прочесть. Просто порассказываю этот шрифт. Сначала двула в Атвию, а потом все остальные страны. Потому что я думаю, что... Но у нас нет оснований не верить. Да. Ауген ауф. Свои сумки береги. А то... Знаешь, сумка самая лучшая. Это вот такая, клянусь. 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 Нет, 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 нет. Я вот здесь чувствую прямо любое прикосновение. Поэтому здесь ты как хочешь, но ты будешь замечен. Ну, я попробую как-нибудь быть незамеченной. Ты можешь замеченном приходить. Ну, не в кошелек, да? А в кошелек нельзя? Нет. Это была у нас всеобщая семья. Так, подожди, капусту прошли. Здесь пахнет где-то. Да, вот даже написано. В рульях нету, видишь? Рульки обычно там жалятся. Да, это вечером будет. Колбаски. А вон капуста сразу с колбаской. А послушай, у нас латвистская капуста дома есть, тушеная. Можно ее погреть, то же самое будет. Пахнет вкусно, конечно, на улице. Так, вот он. Вот инцены, побажи людям. Я, главное, Саша, сказал, что я не голодная. А это контора, которая возле Макдональдса, это вот картошка сразу, не помнишь? Это ниже. Но выглядит так же. Да. А вот картошка, капуста с колбаской 6,50. А хлеб она не прилагается? Или почту целую? Целую, я не уверена. Я не знаю, насколько она большая. Давай, я думаю, двоих попробуем. Или по целой. А потом еще что-нибудь. Давай лучше так, да, потому что я же завтракала. А может сразу можно здесь и когда-нибудь? Спроси. В общем, мы решили, Саше, еще по вот такому дранику. Это даже не картофельный блин, а картофельный пирог, я бы сказала бы. Да и есть так. А вот лосось не такой, как целый. А, он копченый. Как зарится, да? Не на крупной черте сделали. Нет, не на такой крупной, как я, примерно на такой, да. Не-а. Подожди. Отверстили. Отверстили, дали? Нет, еще капусту не дали. Классно. Ну вот оно. Смотрите. И вон там вовнутрь можно сесть. Пошли. Сейчас, слава богу, с местами должно быть хорошо. Чуть-чуть дождик начинает моросить. Ага, тут занято. Вон там можем стоя, Саша. Сидя занято. А, нет, вон в конце есть свободный один столик. Ты хочешь сидя? Да. Вот. Вот, чтобы попить ничего не дали. Ну, тоже сейчас подумала. Хотела, а что? Ну, пока не хочет. Убивай на твою мучу. Пока горячее, вот это попробую. Бля, оно жирное, жрось. Жрось. Я так хорошо худела. Ну, впереди праздники. Они меня сломают и добьют. Ладно, раз в год можно. Вкусно? Да. Ножик пилить что-нибудь? Деревяно, что хочешь. Это мне? Да. А с капусткой? И капустки сейчас ввать. А чеклуба вся холодная. Холодная? Угу. Вообще холодная. Я буду сейчас скажу. Но внутри не тёплая. А не видно, она долго стояла, никто не грел. Ну, реально не та атмосфера, она холодная. Ладно, хорошо, на улице тепло. Ну, смешанные чувства у нас с Сашей после этого остались. Я скажу так, в простой жизни бы я это не ел. А чисто ради... Дома точно нет. Типа атмосферы рождественской. Ну, на самом деле, херня. Блины очень жирные. Прям депрессия такая, стука жира съел. А капуста холодная и колбаса холодная. И не такая, как я ожидал. В общем... Я думаю, если бы под горячее вино, да ещё и с выстрелом, ну, в смысле, туда, покрепче чем-нибудь, то было бы нормально. Особенно, если бы это не первая кружка была бы. Я люблю погорячее, понимаешь? Я люблю, когда капуста и колбаска, раз такая, скуш, жару. Я же говорила, Саша злой, горячая. А я раз колбаску, она холодная. Если даже я почувствовала, что она холодная, значит, она реально холодная. Это, знаешь, ну, чистая атмосфера, конечно, да. Но ради этого можно сказать, что галочка есть. Ну, так бы я не ел такое. Так, что здесь ещё у нас продают? Вон грелка сваленная. Всякие типа варежки, шапочки вязаные. Вон там где-то ёлочные игрушки наверняка будут, да, вон там, вон дальше. Школьники приходят, видишь, классы, да? А, да, чуть я не обратила внимания. В этой кофточке я всегда хотел зайти в неё. А мы там с Аленкой были. Она сделана по типу корабля. Вы там были? Да, пиво пили. Или вино, даже не помню. В смысле не было, не надо. Да. Ай, там накурино так, Саша. Надо и без кем-то сходить. Ну, со мной сходи, что? О, пришлёк, можно купить кожаный. Да. Ну, мне такие, знаешь, не очень нравятся. Тебе нравится? Ну, кожа, наверное, добротная. Они чем-то похожи, как на трёдель, если честно. Кредит для кредитов. Это кто наличные не любит, это не наш вариант. Я люблю наличные. Я тоже люблю щупать и шуршать. У нас видят всё карточкой, да? Это же не серьёзно. Я. Идём дальше с Александром. Свои по улочке так посмотреть, если, да? Красиво? Красота. Снега не хватает только. Снега, да. Ну, благо и дождя нет. На этих камнях можно и подскользнуть с них хило, на самом деле. Да, они сейчас мокрые, скользкие. Магнитики. Туда, вовнутрь пойдём? Там закрыто, наверное, половина. Нет, смотри. Странно, если честно, я думала, что ближе к двум открывают. Ну, денежки тоже хочешь зарабатывать, правильно? Если люди идут, почему бы не открыть? Вот, красота. А вон и пряник. А десерт-то с орешками, да? Нуга, это нуга. Это нуга, да. Из Франции написано. Снега, она крупная. Я не скажу, что я большой фанат нуги. Ну, на самом деле, да, ты много её не съешь. Смотри, Саш, в каких масштабах делают эту ногу в 20 лет? Смотри, Саш, здесь как будто горячая капуста смотрится. Мы просто не там брали. А, не получше, не получше. Да, аппетитнее. Может, у нас ещё другое есть, для того, чтобы мы не видели? Ничего особенного. У нас то же самое. Что там? А, тут картошка запечённая, да? Вон она в фольге упакованная. Ну, лучше мы взяли точно запечёная картошка. Да. Папасада, да, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта. Её если так разрезать, и что соус туда пойму, чпок, вещь. Я не знаю, делают ли они так. Это мы в Латвии, в Лидо так ели. И я даже не знаю, есть ли сейчас в Латвии в Лидо такое ещё до сих пор. Мне кажется, в прошлый раз не было. Возможно. Пошли уже в другом направлении. Ой, корицей пахнет, да? Это от этих вот, вон, палочки корицы везде в украшениях. Смотри. Да, оттуда пахнет, смотри. А это кардамон или как он называется? Пахнет корицей или чем-то таким. В общем, уже дистом пахнет. Да, прям жёстко. Прям, да. В прошлом году я хотел что-то понюхать или позапрошлым, когда была корона? Помнишь, я так что-то понюхать хотел? Такой вис поднял, блин, на вес. Смотри, там коняшка какая. Сейчас молчат уже. Видишь, ножки из корицы. Красиво, здесь север такой стоит. Это, машину повесить? Освежитель, кстати, да. У тебя замок Рождества, ты можешь сидеть сюда. Ну, это, в принципе, любую машину, даже вот такую, смотри. Да. Хватит их с соплями обмазывать. Вот, смотри, какая звездочка. А, какой здесь аромат. И всё-таки, видите, мы купили кое-что. Не собирались. Решили реально в машину повесить. Запах Рождества будет. Вы не представляете, как насыщенно оно пахнет. Там и корица, и какие-то апельсиновые корочки, и ещё что-то. И оно вот прям вот очень насыщенно. И мужчина молодец. Саша своим носом там везде перенюхался. Я думала, сейчас, ну, уже раз двадцатый уже что-нибудь доскажет. Нет. И улыбчиво всё так довольно продал. Ну, не все же, да? Ну, так-то да. Нобис. А я предлагаю в другой зайти. Там подальше не будет таких людей, там будет всё то же самое. Обычно тут большой пряник Дед Мороз. То ли ещё рано, он ещё не испёкся, то ли он у них запоролся в этом году. Нету, да, вот этого. Почему-то вот только маленький, да? Красиво украшены витрины. Пойдём посмотрим. Ну, здесь есть коробочки вот такие вот деревянные. Да, и там пряники тоже. Да. Вон, смотри, тут принтер и тоже знак Ахина, вот этот вот мизинец, видишь? И изображение Карла нашего великого. Да, нашего великого. Тут прям рождественская атмосфера. Круглый год продаются пряники, но сейчас как-то особенно они притягивают. Вот тоже красиво, да? Да. Только какие они там внутри, не посмотреть. Вот он. Так вот, Википедия пишет, что в Ламбертс. Как будто металлические. Самые популярные пряники и самые первые считаются. А не Нобис, которые мы только что разглядывали. Фирма Ламбертс, вот эта вот фирма, она вот с 1688 года существует. И печёт эти пряники. И они самые популярные, кто печёт эти пряники в городе. Потому что это запатентованный пряник, он именно в нашем городе только делается, наверное. Вот по оригинальному рецепту. А вот ратуша Ахинская. Класс. Почитайте в гугле, будет интересно. Это не урдбернское что-то. Дрезденский штоллин, кстати, самый популярный. А я ему не покупаю штоллины, потому что они с изюмом. А я изюм не люблю. И поэтому никому не покупаю жестоко, не знаю. А этот без изюма выглядит, Альтёх? А, вот так вот. Ну, знаете, выглядит они не настолько круто. Но вкусные. Я думал, он будет большой цельный пряник. Нет. В таких коробках не бывает больших цельных. В оригинале, мне кажется, он должен быть большим цельным таким, знаешь? Ему будет, как мы здесь. Понимаешь, что это пришло? Понимаешь. Моцарт, шарики. А мне казалось, что это австрийское должно быть. Ну, видно, каждый делает коронелин. Вот классический. Да, но он должен быть таким цельным. Большим, да? Его размер тут не важно. Вот это, да. То, что там в этой упаковке, это уже шоколадом сверху. Потому что чуть-чуть и то. А вот оригинальный рецепт пряника. Ой, смотри, Саша, почему здесь Кинкардс фирма? Это они как-то связаны? И пока у моего мужа релакс-пауза, мне принесли очередную посылку из Зара. Ничего там такого я себе не заказывала. По большей степени милочки. Так, Саша, у тебя релакс-пауза или нет, и ты мне сошлешь ссылки, что тебе заказать в интернете? Мне нравится, как в Заре упаковываешь. Там нет лишних пакетов. И вот так вот красиво. Руки. А, ты еще носки сегодня не открывался. Вспомнила я сейчас. Вот это вот нудить с этой коробкой. Я вспомнила, что да. Сегодня интриги с носками еще не было. Классно там все или как? Говно. Убрасно. Убрасно? Убрасно. Ну, Саша, дай хоть я гляну. Сейчас мы будем знать, верите, может, я весь раз или нет. Итак, девочки. Да. Посмотрите. Какая прелесть. Это типа платьица теплая. Можно с леггинсами плотными. Смотри. Это для Милана, это не мне. Я не буду сейчас мерить. Подожди, дай. Вырежешь кусочек. Вот. Как ты думаешь, ей понравится? Штороковатый, да? Почти как Милана, только Милану. Что, думаешь? Я не согласовывала с ней. Все, что я показываю, она бракует. Пускай просто померят. Как ты не согласовывала? На свой вкус заказывала? Я скажу обратно, да. Смотри-ка, юбочка хорошенькая. Хорошенькая? Ой, хорошенькая. Вообще. Тебе бы такую школу. Классная, да? Вот. Ножки стройненькие, как спичечки. Ну и милашечки стройненькие. Ну и милашечки. Я про твои сейчас говорю. Да. Милашечки понятны. У меня вообще разговора нет. Вот такой свитерочек. Я бы в школе в тебя влюбился. Вот такой свитерочек. Но тебя не было в моей школе. Да. Не повезло тебе. И джинсы. Она не любит истинные джинсы. Но меня заколебало ее вот эти вот широкие. Я хочу ей предложить вот такие вот резиночки. Это тянувшиеся. Я взяла рост 13-14. Вот мне не нравится в Заре в детских вещах. А это размеры. У них как-то все очень сложно. Вот у них, например, я кофту взяла на размер меньше. На размер меньше это у них 52 размер. Следующий должен по лыбке идти, как в обычных детских магазинах. Точнее 152. Должен идти 158. Все время 6 сантиметров прибавляется. И потом 164. А у Зары вот 152, а потом дальше идет 164. И значит тут стоит, что это на 11-12 лет. А тут на 13-14. И ты взяла на 13-14? Джинсы, да, потому что она длинноногая. И когда я брала на размер меньше, они и короткие были. Может быть, я не буду здесь еще. Ой, красунья. В джинсиках и в этой кофточке будет. Красиво, да? Мне кажется, эта кофточка, ну, единственное, что она длинновато. Даже вот с этой вот юбочкой. Ну, реально очень красиво должно быть. Не дай бог она откажется. Посмотри, мне кажется, даже с этой юбочкой это тоже хорошо. Ой, это какая-то... Да? Смотри. Да. Очень красиво. В школу, да? Ну, например, да. И вот я себе заказала. Шапку? А я люблю с бумпончиками. С бумпончиками. Я себе купила, у меня же... С бумпончиками. Ну, вот так вот. Так лучше? Ну, чуть-чуть, да. Ну, тепленькая, Жиж. Ну, нет. Большая как будто. Вот так лучше. Да? Нет? Никак не хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Попалка уже смотрит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да твой бумпончик. Бумпончик. Помпончик. А вот и милашка как раз пришла. Смотри, какие классные вещи я тебе заказала. Что тебе из этого всего нравится? Я еще не посмотрела. Ну, вот посмотри и скажи мне. Наверное, все. Стоп. Нравится? Да. А что это стоит? Милана. Милана. Почти как Милана. Угу. Просто я тебе в интернете ее показывала, ты сказала, что нет. Но я все равно заказала. А, видишь, как. Надо просто не спрашивать и заказывать. С леггинсами, да, потом померишь? Четко будет. Давай дальше. Нравится? Да. А когда в интернете показываю, ничего ей не нравится. Я в прошлый раз такие вещи классные отложила и все отменила заказ, потому что она ничего не хотела. Надо было тупо не спрашивая заказ, потому что в жизни часто смотрится по-другому еще на картинке, правда? Угу. Такое. Мягенькое. Спасибо. Хорошо. О, юбочка. Нравится? Да. Я вот люблю это. Сейчас в последнем время на юбочке носить. Сейчас все куда-то. Ну, хорошо. Будешь все мерить мне? Да. А джинсы тебе как? Обычные джинсы, да? Да. Нравится? Ну, мало. Не очень? Мне не нравится, когда внизу вот так вот тянут. Тебе нравится, когда широко? Ну, как, да. Ну, типа вот здесь вот так вот, немножко вот так вот. Клеш. Да? Да. Ну, хорошо. Примеришь мне сейчас все? Да. Давай. Ну, хорошо же, правда? И джинсы прям, посмотрите, прям ее размер. Но ей не нравится, что они узкие. Ну, они же тянутся. Нет. Встань. Ремешок надо просто. Покрутись. Ой, как красиво. Натягивает Милана юбку и говорит, боже мой, нельзя было купить нормальные вещи. А что ты ее так до ушей дотянула? А, нормально. А, нормально? Она такая коротенькая. Отойди подальше. Маленькая тебе, что ли? Надо было тоже на размер больше брать. Что думаешь? А ты иди подальше, а то только ноги твои вижу. Ну, вот так вот. И снизу у нее термоэта кофта, я смотрю. В кулочке было лучше, а то юбочка подошла, да? Скажи, я тоже хочу юбку. Ладно, давай последнее мерим. Даже юбку не сняла, смотрите. Ого, какое большое. Мне кажется, с черными плотными леггинсами хорошо было бы. Только слишком большое. Отойди подальше. Какой это размер я брала? Что скажешь? Я хоть юбку, пока он добрый. Да? Нет, это как-то не слабо. Красиво эта спичка. Покажи, какой размер я брала. Ты на толстых девочек думаешь? Да. 152. 11-12 лет. Милане будет 11 через пару недель. Короче, Милана сказала, что могла что-нибудь тебе получше купить. И прежде чем заказывать, нужно со мной советоваться. Сходила только что на лимфодренаж. И гимнастика лечебная все вместе. Так хорошо мне шею размяли. Вот так же, ну вроде сидишь, тянет, чувствуешь, что тянет. Но ты привык к этому и так и живешь с этим. А, смотри. Хорошо? Вообще-ка. Сознала в кадр, я не видела, что снимала. Ну вот, она мне вот так хорошо вот это вот все. Приходишь, прям заново родился ощущение. Прям шея во все стороны шевелится. Так, хорошо. Но знаете, вот это вот ощущение, когда вот снизу вверх вот так вот немножечко ведут. А вот здесь вот прям током как будто там внутри отдает обо ухо. Пока ходил, он посылки принесли. Тимуни новые трусики опять. Какие-то, смотри, лакшери эдишн, Саш. Ты зря отказался, конечно. Нет, они неудобные. Они очень хорошего качества. Вот реально. Мне жмут вообще. Больше надо было просто. Нет. Просто надо было тебе размер другой заказать. Они офигенно стираются. Очень хорошо носятся. Я считаю, что достойные труханы. И пришел мне декабрьский глосси бокс. Вот я раньше глосси боксов уже так не радовалась и не заказывала их. Но когда я знаю, что он мне обошелся в 7 евро, то и меньше. Прям супер с радостью открываю. Потому что за 7 евро там в любом случае будет радостно. Так, посмотрите, какая в этот раз декабрьская коробочка красивая. Обычно я коробочки не храню, но такие вот металлические, естественно, сохраняю. Конечно же, HelloFresh. Конечно же, еще всякая реклама. Месяц попробовать бесплатно можно. И что-то еще. 15 евро подарок. В общем, покупай не хочу. Милана, ты вся в шоколаде. Да, а почему это конфликт on that ass? Как это переводится? На эту... На чем? Попу. На эту попу, да. Вот так вот. Молодец. Я думала, по-английски ничего не понимаешь. Ладно, ты вся в какао, весь рот. Так. А тут как переводится, Милан? You won so sweet. You are, you are so sweet. А ты такая милая. Сладкая? Да. Окей, видите, хорошо, когда дети тебе могут перевезти. О, и Тимуська сейчас трусики откроет. Давай, я в предвкушении. Давай сначала с трусов начнем. Выглядит красиво. Выглядит красиво. Лакшери написано. Тимур, скажи, удобные труханы. Да. Тимур уже целая коллекция. Ну, не такие яркие, да? Ну, для разнообразия. Красивые. Красивые, нравится тебе? Да. Ну, какая там наклейка была в этот раз? Там обычно еще наклейка бывает. Видите, какие? Они плотные такие, знаете. Приятные, хороший состав и стираются хорошо. Не облазит цвет. И какой там состав? 95 хлопок и 5 эластан. Вот, прям даже написано. Видишь, что это 12 месяц, 23 год. О, кстати, Тимур, там все трусы у тебя по датам, оказывается, идут. Вот наклеечка. Наклеечка. Лакшери. Ой, какая это. На камере это прям не очень хорошо видно. Хотя вот так вот. Короче, красивые. Красивые. Мне очень нравится. Скажу, но даже честно. Это, наверное, одни из самых классных, которые пока были. Да? Ого. То есть тебе не нравится, когда слишком вычурные? Да. А хочешь, что тебе одноцветные закажу? Нет. Вот такие классные. Одноцветные нет. Ну, ясно. Продолжать заказывать или уже остановить? Хватает? Ну, какой-то интересный. А, видите, подсадить. Симур, как на боксике. Конечно, интересно. Упаковочка. Хэппи хо-хо-хо. Ту-ю. Смотри. О, это типа немножко хо-хо-хо. Да. Так, и дальше у нас все выглядит вот таким чудесным образом. Опять какая-то реклама фена шарп. Типа подкос под Дайсон. И вот мне, значит, что прислали. Тут три продукта, которые присылают всем одинаково. И два, которые отличаются. Значит, всем одинаково в этом месяце положили вот такой вот Hello Body. Пенка для умывания для лица. Я думаю, что очень даже хорошая должна быть. Также всем положили тени. Вот такие вот от Floss. И причем, знаете, у них там написано, что они там около 20 улей стоят. Давайте по-честному. За 20 евро ни один адекватный человек такие покупать не будет. Вот упаковка такая никакая. Фирма, ну я не знаю, во всяком случае для меня неизвестная. Ну и цвета. Блин. Милана, открой, пожалуйста. А там заклеен еще, наверное, нет. Ну и цвета такие слишком нейтральные. Базовые. Сейчас Милана придет, попрошу открыть. Также всем положили в этом месяце кисточка от Spectrum. Для теней, я так понимаю. Сейчас Милана тоже придет, покажет. Я одной рукой не могу. Можешь открыть тени, показать, какие цвета? Не хочется сломать. Да, вот такие вот цвета. Видите? Нет, они хорошие, конечно. Но не 20 евро, правда. Вот так. И покажи кисточка какая-то внутри. Могли бы еще и зеркальце сделать, раз уж. Нет, кисточка будет, видишь, вот рядом. Вот такая вот кисточка. Держи, положи. Знаете, такая кисточка? Вот так лучше планирую. Так. В этот раз всем еще положили вот такой вот типа буди. Они это назвали. Либлингс Мэнш. Это для ванной. Есть песня. Ну ладно, иди посмотри на себя. Я знаю. У тебя к залу шести сегодня. А, у тебя к залу шести. Короче, это кристаллы для ванны. И вот это варьируемые продукты. Кому что попадется. Значит, мне попалась Лабелла. Мама, как ты можешь быть новый, если я-то покупала по стилю? Это не обязательно новый. Там же Нью. Где Нью? Это когда-то было Нью, да. У нас такой был. У меня такой есть. Она, я думаю, тебе подарит, значит, тебе не нужен. Она как гигиеничка, но плюс еще с светом идет. И это крем для рук. Хантбальм. Бальзам для рук интенсивный. С лавандой. Фирма Натур Косметик. Видите? Альвердо. Так что очень даже все хорошо. Зимой нам крема для рук, да, с Миланой пригодятся. У Миланы руки зимой сохнут. Вот такая вот коробочка. Ну и плюс сама коробочка металлическая. Тоже красивая, правда? Ну, я не люблю зимой, когда руки начинают все сыхать. Ну, пока ничего, да? Пока держат. Да, пока что еще нормально. Так, мы уже вернулись от доктора зубного с детьми. Ничего не снимала. Мы просто сходили туда и обратно. И нигде больше не были. Всех детей научили чистить зубы в очередной раз. Правильно. Так, Артем открывает два шарика. В этот раз разноцветные. Они разные же по вкусу, да? Ждем, когда Саша вернется из зала, чтобы посмотреть его носки. Интересно, совпадет ли сегодня парочка. Подожди, или мы сегодня уже открывали с Сашей носки? Нет, вот 12-е. 12-е окошко. Что-то я уже захотелась. Ну, и не можем мы лечь спать, не узнав, что за шикарная пара носков сегодня у Александра. Совпало? Совпало ведь? Вау! Совпало? Нет. Таких я не помню. Это, наверное, что-то новенькое. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где там твой тайник? А нет, есть у тебя такой. Ура! Очередная пара! Ну, там, кстати, всего два носка, Саша, осталось. Подожди, а этот разве не БУ? А, БУ. Ты его носил с другим. Я вспомнила. Ну, судя по всему, скоро опять новые пойдут какие-то. Всё, друзья, теперь мы можем спокойно ложиться спать. Прощаюсь с вами до завтра. Всех обнимаю, друзья. Всем пока.